Доброе утро! У нас солнышко. Смотрите, как светит. Расскажем немножко про огурцы. Сегодня понедельник. День такой расслабленный. Все задания получили. Все отлично. Что у нас с огурцами? Смотрите, хотел вам рассказать немножко. Сейчас, видите, даже пушка работает, раздувает воздух горячий по низу. Чтобы было движение теплого воздуха. Закроем мы этот проект. Почему? Почему? Выявилось несколько моментов, которые нужно будет предусмотреть в следующем году. Первое. Это холод от стен. Естественно, здесь обычно обшито 4 мм. Было минус 15, минус 17. Опустилась температура. Даже две пушки по суммарной мощности на 5 кВт на помещение 2 на 3 не хватило. Температура была на уровне 15-16 градусов. То есть упала. Вот. Начали немножечко болеть. Для этого нужно, чтобы отсечь холодный воздух, нужно обшить. Вот видите, сейчас укровным стена обшита, как бы, закрыта. Но мы это бы закрывали от солнца. Сейчас нам на следующий год обшить поликарбонатом вторым слоем, хотя бы стены. И это первое. То есть обшить вторым слоем, чтобы холод не шел. Второе. Растить их всего лишь вот до этого уровня. И потом распускать. То есть дальше, чтобы вверху висели только лампы, подсветки. А они, огурцы, сами были, где-то до вот такого уровня. И их прищипывать, в общем верхушку срезать. И отпускать отростки. Право-влево по горизонтали. И, естественно, конечно, меньше их. У нас их было тут больше 20 штук. Уже убрали некоторые. Все растет, конечно, все прекрасно. Третье, третье. Нужно, чтобы была почва тепла. Здесь температура стоит у нас на уровне 22 градуса. Но земля все равно прохладна. Это я потом стоял на 19 градусов минимум. Потом поставил на 22. Стало теплее. Они бодрее начали. Смотрите, как расти начали. Видите? Это тоже почва. Нужно почву, чтобы была почва тепла. Чтобы было комфортно корням. Вот это третье. Понимаете? И поэтому весной мы сейчас закончим этот эксперимент. И сделаем здесь буквой П грядку. Как в зимней теплице. Вот так вот. И проложим сюда уже нашу ленту для обогрева почвы. Чтобы она автоматически включала и поддерживала плюс 15, плюс 20 температуру корней. Или мы ее можем постоянно включить. Там видно будет. По-всякому. И тогда будет все отлично. Будет все расти. То есть, напоминаю. Первое. Это значит утепление стен. Чтобы тепло было. Второе. Чтобы они вот так не росли. Чтобы верхушки там не болели. Видите? Поэтому, считаю, вот сейчас 50 на 50 наш эксперимент. На следующий год я осенью все это сделаю, что я говорил. А весной мы сделаем П-образную грядку. И летом будем еще расти же здесь. Поэтому, смотрите нас. Но, если честно. А, еще четвертая причина, почему сейчас зимой. Вот в этой теплице большой расход электроэнергии. Считайте, 5 киловатт в час. 5 умножаем на 24. Это получается больше 120 киловатт. 120 киловатт. Даже у нас тут на площадке примерно выходит со всеми оброками налогами 7 рублей. То есть, примерно 800-900 рублей в сутки. Умножьте на 30 дней. То есть, вот тут. И плюс еще досветка. Лампы. То есть, где-то 1000 рублей в сутки. На 30 дней это 30 тысяч. Вот за эти прекрасные огурчики. Ну и за удовольствие. Вот за эту теплицу. 30 тысяч рублей. Только на электричестве. Вот поэтому сейчас мы решили пока прекратить. А на следующий год, когда мы ее немножко утеплим, утеплим, все будет супер. Вот даже в зимней, если вы видели нашу зимнюю теплицу, там все по-другому. Там как термос. Там принудительная вентиляция, автоматическое освещение. Вот. И грядки высокие. Там всегда земля теплая. Там на датчиках всегда 20 градусов стоит. Потом будем рассказывать про зимнюю. Вот. И там всего лишь стоит одна пушка. Двух киловаттные тонны. Практически солнце вышло. Она сразу же выключает. Все на датчиках. Поэтому всем огромное за просмотры. Смотрите фильм. Выложу сегодня. Все будет супер. Спасибо огромное за просмотры. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Огромный плюс. Спасибо вам.